Здравствуйте, добрый день. Я Кюшвар Мамедова, ассистент кафедры фармакологии и ветсаной экспертизы Азербайджанского государственного аграрного университета. Сегодняшняя наша лекция будет у нас предмет по пищевой биобезопасности. Наша лекция сегодня будет посвящена системе ХАСП. Ну, прежде чем начать лекцию, я опять-таки хочу поблагодарить нашу команду Адау ТВ за то, что они такой трудоемкий у них, трудоемкая у них работа. Спасибо за организацию такой работы, лекций, онлайн лекций, точнее сказать, даже не онлайн, а в прямом эфире. И, конечно же, огромное спасибо нашему ректору. Так, начнем лекцию. Система ХАСП на предприятиях, на пищевых предприятиях. Я напишу здесь аббревиатуру, чтобы потом дать полную расшифровку этой системы. Секундочку. Так. ХАСП. Что такое ХАСП? Это американская аббревиатура. В расшифровке это значит, что Hazard Analysis and Critical Control Point. Что это такое? В плане лекции, что у нас сегодня будет? История развития ХАСП, системы ХАСП. Семь принципов системы ХАСП и задачи, которые необходимы при внедрении системы ХАСП на пищевых предприятиях. Но я должна отметить, что система ХАСП, она работает не только на пищевых предприятиях, но и в ресторанах. То есть везде, где есть пищевые продукты или пищевое сырье, из которого будут изготавливаться пищевые продукты. Так. Что такое ХАСП? Hazard Analysis and Critical Control Point. Это анализ опасностей или рисков. То есть Hazard это переводится и как риск, и как опасность. И критические контрольные точки. Система эта зародилась уже более 40 лет тому назад, но ее активное внедрение в жизни, в особенности на пищевых предприятиях, началось около 20 лет тому назад. Концепция, лежащая в основе системы ХАСП, изначально была разработана для американской, для контроля, как система биологического контроля для американской космической программы. Было необходимо, жизненно необходимо гарантировать безопасность пищи для астронавтов. Требовались превентивные системы, которые бы давали твердую уверенность в безопасности пищевых продуктов. Что такое превентивные меры? Это слово тоже, оно от английского происхождения prevent. Prevent это значит предотвращать. То есть требовались предотвращающиеся системы, которые бы давали твердую уверенность в безопасности пищевых продуктов для астронавтов. Для этого вначале и предназначалась система ХАСП. Полная концепция, первая полноценная информация и научные публикации о системе ХАСП были даны в 1973 году компанией Питсбери. Изначально она использовалась для инспекторов Food and Drug Administration, FDA. Это тоже относится, это американская тоже аббревиатура. В переводе расшифровка этой аббревиатуры это управление по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов США. Это инспектора, которые занимались контролем герметически запаянных консервированных продуктов с низкой кислотностью. В то время вы в начале в плане лекции заметили, что я сказала 7 принципов ХАСП. Но в то время, когда только-только начинались работы по системе ХАСП, тогда было определено всего лишь 3 принципа. Какие это были принципы? Потом с годами эти принципы начали расширяться и уже стало 7 основных принципов. Но в начале было только 3. Какие это были 3 принципа? Первый – это оценка опасностей, связанных с выращиванием, сбором урожая, обработкой, производством, распространением, транспортировкой и так далее. Второе – определение критических контрольных точек. Что значит критические контрольные точки? Об этом я вам расскажу в основных принципах, в 7 основных принципах. Но как бы кратко я хочу сказать, что критические контрольные точки – это то, что предполагается, что вот именно в этой точке может возникнуть риск, опасность загрязнения или заражения продуктов или сырья какими-нибудь. Это может быть и биологическое заражение сырья, и физическое, и химическое. Об этом отдельно, конечно, будет в дальнейших слайдах. И третий принцип – это определение процедур мониторинга для выбранных критических контрольных точек. Что такое процедура мониторинга? Это процедуры проверки. Мониторинг – это тоже английское слово. Это в переводе значит проверка. Поехали дальше. В 1985 году система ХАСП была рекомендована Национальной академией наук. В 1987 году создается Национальный консультативный комитет по микробиологическим критериям оценки продуктов питания. Вкратце это будет NACMCF. Это тоже американская аббревиатура. В 1989 году в рамках этого, в этом комитете создается первый полноценный руководящий документ по ХАСП. Названные принципы ХАСП для пищевых предприятий. В нем содержались основные следующие положения. Первое. Основные определения, то есть термины, которые будут использоваться в системе ХАСП. Семь принципов. Обратите внимание, уже стало семь принципов. Потому что в самом начале, когда ХАСП только начинали внедрять на пищевых предприятиях или вообще в какой-то системе, то тогда существовало только три принципа. Теперь уже с годами расширяется и становится уже, смотрите, в 1989 году уже ХАСП, у ХАСП появляется семь основных принципов. И уже до наших дней это уже как бы заложено, эти семь основных принципов. Как раз наша сегодняшняя тема будет посвящена особенности этим семи принципам. Описание принципов и инструкцию по внедрению плана ХАСП для различных продуктов. Биологические, химические и физические опасности. Для любой системы, которая касается пищевой безопасности, в первую очередь надо выявлять риски. А для выявления рисков надо знать природу этих рисков. Природа этих рисков это биологические, физические и химические пути загрязнения сырья и пищевых продуктов. На прошлой лекции у нас, когда я преподавала английской группе, этот момент мы изучали более подробно, но с русским сектором мы эту лекцию уже проходили как бы до того, как начались наши эти карантинные дни. Поэтому у русского сектора есть более или менее понятие об этих путях заражения. И я еще хочу отметить, что биологические, физические и химические опасности будут у нас на каждом шагу, в каждой лекции, то есть на каждом уроке будет упоминание об этих опасностях. Почему? Потому что любое сырье или любой продукт, или любая пища, есть возможность контоминации разными путями, которые это биологические, физические и химические пути. Поехали дальше. Так, почему именно ХАСП? В чем преимущество применения системы ХАСП? Для предприятий пищевой отрасли ХАСП, ну здесь русскими буквами тоже дается ХАСП, но это, конечно, как бы уже установленная аббревиатура для системы, это HACCP. ХАСП – это наиболее эффективная методика, которая позволит сконцентрировать ресурсы и усилия компаний, задействованных в пищевой отрасли, в критических с точки зрения безопасности продукта, областях производства. При этом резко снижается риск выпуска и продажи опасного продукта. Основа системы ХАСП в чем? В том, что до того, как конечный продукт попадает на полки супермаркетов или на базар, или куда угодно, риски, которые могут содержаться в этом продукте, они выявляются до того, как этот продукт пройдет определенные стадии переработки и уже попадет к нам, то есть к потребителю. Вот основная суть этой системы – выявление этих рисков до того, как сырье станет конечным продуктом. Как инструмент управления эта система обеспечивает структурированный подход к опознаваемым опасностям и затрагивает, которые непосредственно будут затрагиваться, микробиологическая, химическая и физическая безопасность пищевых продуктов. Обратите внимание, микробиологическая опасность здесь имеется в виду биологическая. То есть биологическая и микробиологическая – это одно и то же. Поехали дальше. Система эта сосредотачивается на скорейшем предотвращении опасностей на каждом шагу поточной линии. Что такое поточная линия? Это весь процесс производства. Это обеспечивает эффективный подход, то есть, скажем так, грубо говоря, правильно с самого начала, то есть в самом начале вы выявляете риски, и это оберегает конечный продукт от его заражения, от его инфицирования или от его загрязнения, когда уже конечный продукт оказывается на полках супермаркетов и так далее. ХАСП на предприятии – это надежное свидетельство того, что изготовитель обеспечивает все условия, гарантирующие стабильный выпуск безопасной пищи. Поехали дальше. Ну, я думаю, что этот… Здесь самый важный момент в этом слайде – это то, что ключевая причина… Ой, извиняюсь. Ключевая причина внедрения системы ХАСП – это эффективное управление качеством и безопасностью пищевых продуктов. И ее можно назвать своеобразным инструментом защиты репутации производителя. Поэтому последние 10 лет эта система уже начала внедряться… Последние десятилетия эта система начала как бы внедряться в жизнь. Поехали дальше. Вот. Самый основной момент нашей лекции. Я очень извиняюсь за эту неполадку. Я очень на самом деле извиняюсь, что так все получилось. Поехали дальше. Самый основной момент системы ХАСП – это 7 основных принципов. В самом начале я отметила, в самом начале, когда начиналась только-только разрабатываться система ХАСП, было всего лишь только 3 основных принципа. Но в дальнейшем они расширились и стало 7 основных принципов. Теперь о них я о каждом принципе буду отдельно рассказывать. Первый принцип – это анализ опасных факторов рисков. Так, слово анализ – это не имеется в виду лабораторный анализ. То есть имейте в виду, что анализ – это имеется в виду выявление опасных факторов, опасных рисков. Второе – определение критических контрольных точек. Это слово ККТ, то есть сокращенно ККТ, вы здесь видите. Я не буду писать на доске. Это у нас уже по ходу во всех остальных принципах и туда дальше, все время, когда мы будем говорить о системе ХАСП, так же, как и само слово, сама аббревиатура ХАСП, так же будет и появляться ККТ. Это вот то же самое, что в слове ХАСП-CCP – critical control point, то есть критические контрольные точки. Третий принцип – задание предельных значений для ККТ. Что это такое? Это если выявлен какой-то риск или какая-то опасность, есть предельно допустимые нормы. То есть задание предельных значений для ККТ имеется в виду вот именно это – предельно допустимые нормы. Об этом отдельно, конечно. Разработка системы мониторинга ККТ, то есть проверки критических контрольных точек, определение корректирующих действий, correct – это тоже английское слово, это слово значит исправлять, корректирующих, то есть исправляющих действий, разработка процедуры верификации и разработка документации. Но я должна отметить, что эти 7 основных принципов состоят из комплекса задач. Комплекс задач – их всего лишь 12. То есть если в этих принципах и в этом комплексе, о котором я расскажу далее, будет отсутствовать какое-то определенное одно звено, то система ХАСП, то план ХАСП будет полностью нарушен. И эффекта внедрения не будет на пищевых предприятиях, то есть, скажем так, будет зеро, ноль. Поехали дальше. А теперь в отдельности о каждом принципе поэтапно. 7 принципов. Первый принцип – проведение анализа возможных опасностей, рисков. Что это такое? Составляется производственная блок-схема или диаграмма. В дальнейших слайдах я покажу вам примерно производство сокосодержащего напитка, уже готовую составленную блок-схему или, скажем так, диаграмму. Что это такое? Это список стадий производства вашего продукта. То есть, какие этапы это сырье, этот продукт пройдет, чтобы стать конечным продуктом, готовым к потреблению. Описание мер контроля этих выявленных или возможных опасностей, рисков. При проведении анализа необходимо выделить вопросы безопасности от вопросов качества продуктов питания. То есть, качество – это уже отдельная тема. В первую очередь мы уделяем внимание вопросам безопасности. Вот. Опасностью является, я вам это говорила, я отмечала, что биологические, химические или физические факторы будут нам встречаться на каждом шагу. Если мы говорим о системе ХАСП, если мы говорим о безопасности пищевых продуктов, то это значит, что каждый раз мы будем отмечать биологические, химические или физические факторы. Об этом я вкратце, чуть-чуть дальше расскажу, что это конкретно, что мы под этим подразумеваем. Так, всесторонний анализ опасностей или рисков является ключевым элементом при подготовке плана ХАСП. Я должна отметить, что план ХАСП для начала внедрения системы ХАСП, помимо того, что определенные работники на пищевых предприятиях пройдут определенные курсы по системе ХАСП, они помимо этого будут информированы о том, как подготавливать план ХАСП. То есть, без плана ХАСП внедрение этой системы на пищевом предприятии невозможно. Если анализ опасностей будет выполнен некорректно и опасности не будут контролироваться со стороны системы ХАСП или вообще окажутся невыявленными, то составление плана ХАСП будет бесполезным. То есть, это будет не действовать, грубо говоря. Вот риски. Ну, вы скажете, что очень слишком много повторений, слишком много одних и тех же слов, но, к сожалению, пищевая безопасность, она вся зависит от рисков, от путей заражения и контаминации и сырья, и самих пищевых продуктов. Биологические, химические, физические. Об этом чуть дальше. Поехали дальше. Второй принцип ХАСП – определение критических контрольных точек, ККТ. Когда все возможные опасности, риски и меры их контроля уже описаны, по ходу, это тоже далее будет объяснено, по ходу создается команда ХАСП. Я вам сказала, что с каждого пищевого предприятия специально выбранные люди, они проходят определенные тренинги, определенные курсы. И на каждом пищевом предприятии для внедрения системы ХАСП создается команда ХАСП. Эта команда ХАСП устанавливает точки, где контроль будет необходим для обеспечения уверенности и безопасности продукта. Вот это и есть те самые критические контрольные точки или ККТ, о котором мы говорили. Критические контрольные точки располагаются в тех местах процесса, где появление опасности может быть предотвращено, либо опасность можно устранить, либо же опасность можно опустить до приемлемого уровня. То есть, я вначале отметила, что есть предельно допустимые дозы или нормы определенных критических контрольных точек. Вот это именно об этом и говорит, что опасность, она может быть опущена, снижена до приемлемого уровня, до допустимых норм. Для определения критических контрольных точек может применяться инструмент качества. Древовидная диаграмма – это та же самая блок-схема, которая будет показывать, ясно будет показывать весь процесс производства определенного продукта. Критические контрольные точки, они должны быть детально разработаны и документально оформлены. Со стороны может показаться, что какое отношение может иметь ветеринар к системе ХАСП, но я всегда на всех лекциях именно по пищевой биобезопасности отмечаю, что ветеринары имеют самое прямое отношение к пищевой безопасности. Почему? Потому что в какой-то степени, начиная от корма, даже начиная от того места, каким образом содержится животное и кончая до того, что получаются продукты, сырье животного происхождения, ветеринары должны все это держать под контролем. То есть, например, у Всемирного банка в некоторых проектах на титульных листах и на формах, которые должны заполняться для проектов, есть такой, скажем так, колонтитул, где пишется, что, допустим, использование пестицидов недопустимо, или же пишется from farm to fall. То есть, грубый перевод этого значит, что от фермы до вилки, то есть с фермы до нашего стола, все то, что касается продуктов питания, сырья, должно контролироваться ветеринарами. И вообще, я отмечу тоже, что вот в мире, во многих, на многих ветеринарных факультетах есть отдельная кафедра, которой она занимается только пищевой безопасностью. Называются эти кафедры пищевая гигиена, безопасность и технологии и так далее. То есть, я хочу сказать, что это имеет прямое отношение к ветеринарам. Эту систему должен, в моем понятии, должен знать каждый ветеринар. Потому что, я еще, кстати, да, должна отметить, что я советовалась с представителями пищевого агентства нашего в Азербайджане, то, что и институт по пищевой безопасности. И они сказали, что в некоторых наших фирмах, компаниях, которые занимаются, допустим, Мила, Азербайджан, которые напрямую связаны, ну, пищевая промышленность, с пищевой промышленностью, эти компании уже внедряют систему ХАСП на своих предприятиях. И плюс, эти сотрудники агентства пищевой безопасности, они мне сказали, что уже начал разрабатываться закон, который будет предусматривать внедрение системы ХАСП на других пищевых предприятиях Азербайджана. То есть, имейте в виду, что если пища, то есть, если это пища животного происхождения, то это напрямую, конечно, ветеринары. Поехали дальше. Это выявление критических контрольных точек. Грубо говоря, это очень краткая, это как бы терминология. Что такое критическая контрольная точка? Это краткое определение критической контрольной точки. Это место проведения контроля для идентификации, то есть, для определения опасного фактора или риска и, или управления этим риском. Третий принцип. Что такое установление? Мы установили критические контрольные точки. Теперь установление критических пределов для мер контроля, соединенных с каждой выявленной критической контрольной точкой. Критические пределы описывают различия между опасным и безопасным продуктом на ККТ. Их иногда также называют абсолютное отклонение или предел безопасности для критических контрольных точек. Критические пределы должны устанавливаться только для параметров, которые можно легко измерить. В документах системы ХАСП или технологических инструкциях следует установить и соблюдать предельные значения параметров для подтверждения того, что критическая контрольная точка находится под контролем. То есть, после того, как выявлена критическая контрольная точка, ее нужно держать под контролем. Выявление – это еще не значит избавление от этой критической контрольной точки или от этого риска. Для того и существуют меры контроля критических контрольных точек. Дальше. Установление критических пределов. Вот здесь такая грубая такая в форме рисунка диаграмма. Что это значит? Это критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значения контролируемой величины. Четвертый принцип. Установление системы мониторинга. То есть, системы контроля или системы проверки за контролем критических контрольных точек. Команда ХАСП, как я уже говорила, создается команда ХАСП для того, чтобы она составила план внедрения системы ХАСП на пищевых предприятиях. Команда ХАСП должна определить требования к управлению критическими контрольными точками в ее критических пределах. Мониторинг. Что такое мониторинг? Для чего он нужен? Мониторинг обеспечивает достижение трех важных моментов. Во-первых, мониторинг помогает отслеживать ход выполнения операции процесса. Если мониторинг показывает, что существует какой-то тренд к выходу за пределы установленных критических значений, то можно предпринять корректирующие, то есть исправляющие действия для того, чтобы процесс вернулся к нормальному режиму. Во-вторых, мониторинг применяется для определения отклонений от установленных критических контрольных точек. И, наконец, в-третьих, мониторинг обеспечивает необходимое документирование показателей безопасности продукции для подтверждения ее соответствия установленным нормам. Какой бывает мониторинг? Мониторинг бывает в двух формах. Это, первый, непрерывные, то есть с помощью определенной автоматической измерительной аппаратуры. И второй, выборочной, когда нет возможности или же в большинстве случаев, когда нет необходимости осуществлять постоянный контроль. Второе, установление корректирующих действий – это пятый принцип. Какие корректирующие действия существуют? Так, обратите внимание. Первое, определение местонахождения продукта несоответствующего требования. Что значит определение местонахождения продукта несоответствующего требования? Если, принимая, допустим, такой грубый пример мы приведем. Пищевая промышленность или пищевая отрасль, или какая-то компания, которая занимается производством пищевых продуктов. Если при приеме сырья, допустим, вот возьмем компанию Мила, такой пример, чтобы наглядный был пример. Если принимают Мила, как нам всем известно, Мила занимается производством молочных продуктов. Что это значит? Для того, чтобы производить молочный продукт, нужно покупать молоко. А если молоко не соответствует требованиям, то, естественно, продукт, который будет получен из этого молока, не будет соответствовать требованиям, которые установлены, допустим, международными стандартами. Поэтому определение местонахождения продукта несоответствующего требования – это первое корректирующее действие. То есть с самого начала уже, как говорится, в дверях компания или отрасль или что-то должно уже определить, что этот продукт соответствует или не соответствует установленным нормам или пределам. Второе. Восстановление контроля над критическими контрольными точками. Опять-таки, я отмечаю, это обязательно надо запомнить, это как бы дважды два. Если вы установили риски возможные, которые могут появиться, которые возможно появятся в дальнейшем, это не значит, что вы сделали всю работу. Нет. Помимо выявления этих рисков, вы должны установить контроль. То есть если уже риск выявлен и он уже прошел определенный этап, то нужно восстанавливать контроль над этими критическими контрольными точками. И третье корректирующее действие – это что может быть? Если коррект, то это значит исправлять. Это будет исправление причины несоответствия. То есть почему вот это возникло, что привело к пятому, как говорится, принципу, а пятый принцип – это корректирующие действия. Заметьте, каждый принцип без первого, без второго не может существовать первый, без первого не может существовать третий. То есть эти принципы настолько взаимосвязаны друг с другом, что друг без друга, скажем так, они не могут существовать. Третье корректирующее действие – это для предотвращения, повторения, нарушения, исправления причин. Поехали дальше. Шестой принцип – установление процедур проверки. Проверка – это, мы говорим, мониторинг, мониторинг. Это вот та же самая проверка. Что значит установление процедур проверки? Эти проверки должны подтверждать, что система ХАСП работает правильно и эффективно. Что это значит? В большинстве случаев, если обратили внимание, система ХАСП, она в большинстве случаев работает, скажем так, с бумагами, с документами. Но надо отметить, что для нормального, для законного, для эффективного внедрения системы и работы системы ХАСП, нельзя, чтобы вся эта документация, все эти бумаги оставались только на бумаге. То есть это должно действовать на самом деле. Подтверждающие процедуры, подтверждающие процедуры должны быть разработаны для того, чтобы поддерживать систему ХАСП. Вот, смотрите, я это отметила. Поддерживать систему ХАСП и эффективность ее работы. Этот принцип обязывает разработать эффективный порядок учета за организацией и функционированием всей системы ХАСП. С введением соответствующей документации, но это само собой. Если внедряется какая-то система, то обязательно существует определенная документация. Это будет седьмой принцип. Вот, смотрите, система ХАСП, она направлена на оптимизацию процесса изготовления пищевой продукции в области выявления факторов риска и возможных опасностей и реагирования по их ликвидации. Ознакомление с документами должно быть так доступно, оно должно быть доступно как для сотрудников предприятия, так и для контрольных инстанций. Вот, краткое термин, определение термина, кратко, кратко как бы. Процедуры проверки необходимы для того, чтобы, это более доступным путем написано, доступным языком написано. Процедуры проверки необходимы для того, чтобы удостовериться в том, что система ХАСП на предприятии работает так, как планировалось. И нет расхождения различий между процессами производства и документированной системой. И, наконец, седьмой принцип. Все предыдущие шесть принципов будут документированы именно на основе седьмого принципа ХАСП. Что это значит? Установление записей и документации по всем процедурам, соответствующим принципам, всем остальным принципам имеется в виду, и их применению. Необходимо хранить записи для того, чтобы продемонстрировать, что система ХАСП на пищевых предприятиях была под контролем, и ее работа была эффективной. И что все отклонения и все возможные риски были выявлены и держались под контролем. А если было какое-то отклонение, то применялись соответствующие корректирующие действия. И это обеспечивает очевидность производства безопасного продукта. Смотрите, для эффективного применения... Мы столько говорим о системе ХАСП, а на самом деле для эффективного применения ХАСП необходимо очень мало. То есть правильно ввести записи, документацию, и чтобы эти записи, которые ведутся во время внедрения системы ХАСП, совпадали с процессом производства. То есть если у вас на производстве выявлен какой-то риск или какая-то опасность, и вы это не отметили в документации, или наоборот, вы отметили в документации, что есть какой-то риск, а на самом деле этого риска не было, то это система ХАСП, то есть в пустую, потраченное время. Процедуры... Ой, извините. Так. Что должна включать в себя система документации? Первое. Информацию о продукте. Что это значит? Это может быть сырье и продукт, но до того, как оно стало конечным продуктом. Информацию о продукте. Я вам дам в следующих слайдах информацию о том, какая именно информация должна содержаться о продукте. Я очень надеюсь, что я успею обо всем вкратце сказать в дальнейших слайдах. Информацию о производстве. Вот это что? Помните, я в самом начале отметила поточная линия. Вот эта поточная линия, это то же самое производство, тот же самый процесс производства. То есть вы уже, у вас уже есть информация о продукте, вы пускаете этот продукт уже на производство. Вот информация о производстве, это то же самое, что какие процессы будут, технологические процессы будут проходить продукт, чтобы дойти до конечного продукта и попасть к потребителю. Рабочие листы ХАСП, но это определенные формы, которые установлены уже самой системой ХАСП. И процедуры мониторинга, то есть процедуры проверки. Дальше. Так, мы все говорили про план ХАСП. ХАСП, вот он. Что он в себя включает? Разработка плана ХАСП. План ХАСП – это основной документ системы ХАСП, который должен внедряться на пищевой отрасли, и он регламентирует систему контроля факторов, устраняющих или снижающих вероятность проявления выявленных рисков, опасностей. Также систему корректирующих и предупреждающих действий. Вот предупреждающие действия – это то же самое, что превентивные, то есть предотвращающие действия. И систему проверки эффективности функционирования, то есть действия системы ХАСП. Что в себя включает план ХАСП? Это два очень необходимых, два самых важных необходимых компонента. Диаграмма технологического процесса, я об этом вам уже говорила, это блок-схема. И итоговая карта контроля. Что это? Поехали дальше. Вот, комплекс задач. Если вы обратите внимание на то, что здесь написано, то вы увидите, что здесь есть прямая и как бы неизбежная связь с семью принципами. Комплекс задач, которые нужны для составления плана ХАСП, это расширенная форма семи принципов. Это то же самое, но в самом начале, даже для внедрения системы ХАСП, даже для внедрения этих семи принципов, нужно собрать команду ХАСП. Что это такое? Команда ХАСП, чем она занимается вообще? В зависимости от того, это малое или большое предприятие, пищевое предприятие, пищевая отрасль, состав команды и количество участников этой команды меняется. То есть, если это малое пищевое предприятие, то здесь в составе может быть, скажем, 2-3 человека, но обязательно один из этой команды должен быть информирован или инструктирован со стороны самой программы ХАСП, самой системы ХАСП, то есть натренированной, скажем так. Второе, описание продукции, а, если это, я очень извиняюсь, если это большое предприятие, то количество может быть от семи, колебаться от семи-восьми человек. Опять-таки, это зависит от объема продукции, от того, какое это предприятие очень большое, среднее, малое, то есть это уже будет зависеть от руководителя предприятия, сколько членов будет в команде ХАСП. Второе, описание продукции, если вы помните, седьмой принцип, он состоял из чего, о чем будет изготавливаться документация системы ХАСП. Это описание информации о продукте. Я скажу, я там тоже отметила, что, я скажу, какая именно информация будет требоваться в этой части, в этой задаче. Третье, определить назначение продукта. Четвертое, схема производственного процесса. Что это значит? То есть, я сказала, вы описали продукт, получили продукт и пустили его уже, определили его назначение, и он уже идет на технический процесс, на технические, технологические операции. Что это значит? То есть, последовательно, какие этапы в ходе производственного процесса будут идти, вот эта четвертая задача будет показывать именно эту схему. Пятое, проверка схемы производственного процесса на месте, производственного процесса на месте, составление списка всех возможных рисков, опасностей, анализ рисков, но опять-таки, вот смотрите, когда мы говорим слово анализ, пусть оно не вводит вас в заблуждение. Анализ здесь не имеется в виду лабораторные анализы. Здесь имеется в виду, именно в данном случае, пока что выявление рисков, то есть установление этих рисков, есть они или нет их. Потом, определение контрольных измерений. Определение критических контрольных точек, это я вам уже говорила, вот здесь видите, вот здесь американская аббревиатура. Установление критических пределов для каждой ККТ, создание системы мониторинга и так далее и тому подобное. Об этом мы уже говорили, то есть 7 принципов в более расширенном виде. Дальше. Вот. Последовательность этапов разработки внедрения системы КАСП. Первый. Этап первый. Что это значит? Планирование и подготовка. В это в первую очередь входит создание команды КАСП, я это уже говорила, это второй. Это уже более, предположите, что, предположим, что, точнее, предположим, что команда КАСП уже создана и уже предприятие решило, что будет внедрять систему КАСП у себя в компании. Для этого идет уже второй этап. Это изучение и разработка плана КАСП. Смотрите, это не внедрение плана КАСП, а просто только изучаются моменты и разрабатывается план КАСП. То есть, каким именно будет этот план для конкретного предприятия, которое занимается выпуском пищевой продукции. Ну, здесь вы видите пункты, я не буду же вдаваться в подробности определенно. То есть, вы здесь можете видеть эти пункты. Я еще хочу отметить, что все презентации у меня есть, лекции я высылала уже. Если кого-то заинтересует, если кто-то захочет, я, конечно, не укладываюсь в этот час лекции, к сожалению, потому что здесь очень много слайдов, это очень расширенная тема, для одной лекции ее, конечно, не хватит. Поэтому, кто, если заинтересуется, я могу выслать это по e-mail или по Google Drive, в общем, в зависимости от ситуации. Третий этап – осуществление плана. План разработан, он уже готов. Теперь начинается его осуществление на предприятии. Что это такое? Это внедрение в жизнь. План готов. И, соответственно, этому плану пищевое предприятие начнет его внедрять в жизнь на предприятии. Четвертое. План разработан, уже осуществляется. Теперь нужно поддерживать эту систему на предприятии. То есть, после осуществления плана и внедрения этого плана, уже когда он начал работать, это значит, что система ХАСП уже действует на предприятии, поэтому ее остается только поддерживать. А что требуется для поддержания системы ХАСП на предприятии? Это только то, что правильное введение документации, что это значит, я вам уже говорила, это значит, что если… Окей, давайте продолжим. Поддержание системы ХАСП. Поехали дальше. Создание рабочей группы, об этом я уже говорила, достаточно было информации, какое количество численность рабочей группы ХАСП, команды ХАСП, поэтому мы поедем дальше, потому что время нас уже поджимает, к сожалению. Это тоже проедем. Так, структура команды ХАСП. Об этом тоже вкратце. Конечно же, существует руководитель, технический секретарь, менеджер по качеству, совместитель, привлеченные эксперты и привлекаемые менеджеры по производству и по продукции. Ну, то, что существует подразделение 1, подразделение 2, подразделение 3, их уже, эти группы, будут подразделять руководители. То есть, он будет решать, на каких этапах, какие группы будут создаваться. Дальше. Так, сбор данных о продукции. Мы… Это информация о продукции, о продукте. Мы это говорили. Нет, это информация уже о готове продукта. Смотрите, наименование продукта, состав, конечные характеристики продукта, метод сохранения или способ обработки. Вот смотрите, что сюда входит. Что такое состав продукта? Это то, из чего он… Продукция, то есть, то, из чего он составит. Или же, научным языком, если это сказать, то это ингредиенты продукции. Свойства или характеристики продукта, которые важны для определения его безопасности. Какие это могут быть характеристики? Это физические, например, размер частиц, определение нейтральности среды или активность воды и так далее. Метод сохранения или способ обработки, то есть, каким образом эта продукция обрабатывалась, чтобы стать конечным продуктом. Это может быть и термическая обработка, и замораживание, и кокчини. Что еще сюда входит? Первичная упаковка. Упаковка для транспортирования. На прошлом уроке я отмечала, что в основном каждый продукт… Очень много пищевых продуктов и очень много сырья существует. Вы знаете, что очень много видов пищи, видов продукции, видов сырья существует. И поэтому для каждого продукта есть своя определенная форма транспортировки. Там нужно соблюдать и температуру, и условия, и то, в каком виде транспорта будет транспортироваться определенный продукт. Условия хранения этого продукта – это очень важно. Реализация продукта. Что такое реализация? Это уже когда специальные требования, которые должны быть выполнены во время реализации, для того, чтобы уменьшить вероятность рисков и их воздействия. Что это может быть? Например, я уже отметила температура в холодильнике, транспортировка в сухих контейнерах и так далее. Сроки хранения продукции, срок годности продукции, требования к специфической маркировке, потом потребление, приготовление потребителем. Что это значит? Это уже значит, что конечная продукция попала к нам, грубо говоря, к потребителям, то есть к нам. И инструкция по приготовлению потребления, например, элементарно мы возьмем определенный вид каш, который готов к потреблению, на них, на упаковках отмечается, каким образом можно готовить или потреблять определенные виды продукции. Хранение холодильника после скрытия. Есть, например, есть колбасы, которые срок хранения определенных колбас, допустим, предполагается, что срок хранения от даты производства это 3 месяца, но если вы уже вскрыли упаковку и уже употребляете эту колбасу, то в течение, допустим, определенных видов, в зависимости от вида колбасы, в течение недели вы уже должны, или в течение 3 дней, эта колбаса уже должна быть употреблена. То же самое относится и к молочным продуктам, к любым продуктам, в зависимости от вида продукции, срок вскрытой упаковки меняется. Что система ХАСПа еще? Это очень важно тоже отметить. На прошлом уроке мы об этом говорили, но на прошлом уроке мы говорили только о личной гигиене самого человека, но и не только самого человека, и предприятию тоже. То есть для внедрения системы ХАСП очень важно обратить внимание на общие гигиенические требования на предприятиях пищевой промышленности. Первую очередь стоит на первом месте – это личная гигиена. И в прошлый раз мы говорили о нынешней инфекции, о нынешнем вирусе, точнее сказать, это COVID-19. Все говорят, что надо мыть руки, то да сё, надо держать всё в чистоте, не соприкасаться с какими-то особыми поверхностями. Но поверьте, не только вирусы, но и бактерии, и сами микробы, они все на поверхности очень хорошо могут долго выживать. И есть такие виды и вирусовые бактерии, и микробов, которые определенные, то есть обработки, после определенных видов обработки, они не уничтожаются. То есть личное, когда мы имеем в виду личную гигиену на пищевых предприятиях, здесь в первую очередь имеется в виду, что если вы работник пищевой промышленности, то приходя на работу, в первую очередь вы должны менять одежду. Существует спецодежда работников пищевой промышленности. Если вы напрямую имеете прямое отношение к производству, то это значит, что вы должны избавляться от всех колец, от всех, я не знаю, сережек. Голова должна быть обязательно покрыта, потому что вот сережки, кольца, волосы, кусочки одежды, ногтей, это все относится к физическому виду загрязнения пищевых продуктов или сырья. Недопущение в производственные зоны больных людей или людей с открытыми ранами. Почему? Потому что больной человек это естественный источник инфекции. А открытые раны, они могут как сами, сама открытая рана, как может загрязнять пищу, так и в рану могут попадать определенные там, так же, допустим, предположим, что через открытые раны любой вирус и любая бактерия и все, что хотите, может инфицировать рану. Применение определенных маркировок, определение обязанностей на пищевых отраслях и контроль, контроль за обязанностями. Уборка и дезинфекция. Что это? Вот уборка и дезинфекция, даже если отложим в сторону пищевую промышленность и возьмем свои кухни. Мы работаем на кухне, готовим что-то и мы, конечно же, употребляем определенные чистящие средства. Мало знать инструкцию по применению этих чистящих средств. Иногда бывают такие моменты, что возьмем элементарный доместис, он отбеливает и мы какую-то загрязненную поверхность очень хорошо ее, если хотим очистить, то больше дозируем этот же самый доместис. Это значит, что остатки этого чистящего средства, они могут остаться на поверхности. А это уже значит, что произойдет в дальнейшем, если мы будем использовать эту поверхность стола, или этот, допустим, нож, или эту вилку при приготовлении пищи, это будет значить, что произошло химическое загрязнение конечного продукта. Поэтому на пищевых предприятиях очень важно следить за тем, какие именно чистящие средства употребляются, и нужно именно заняться выбором эффективных и одобренных чистящих и дезинфицирующих средств. И, конечно же, нужно обязательно обращать внимание на технические данные, данных чистящих средств. Поехали дальше. Ну, это мы пройдем, потому что у нас времени очень мало. Так, биологические опасности. Ага, кратко. Виды, причины, источники биологии. Почему в первую очередь пошли биологические опасности, это я отмечу, потому что любая другая опасность, и химическое загрязнение, и физическое загрязнение, они могут быть или ощущаться на вкус, или на запах, а физически вообще можно и визуально видеть. Но, если дело дошло до биологического загрязнения пищевой продукции или сырья, то, к сожалению, они невидимы человеческому глазу. А это значит, что биологическая опасность приводит к пищевым отравлениям и пищевым инфекциям. Существует, это по микробиологии, по части микробиологии, конечно, я не буду переходить на эту территорию, граммоотрицательные и граммоположительные, как бы, бактерии, которые способны вызывать и пищевые отравления, и пищевые инфекции, это, конечно, всем известно. Но то, что вы видите сейчас на слайде, это не значит, что это все. На этом список прекращайте. Нет, конечно, просто это все самые известные бактерии, которые способствуют пищевым отравлениям и инфекциям. Дальше. Микотоксины, конечно, но это особая отдельная тема, поскольку это тема моей диссертации, и микотоксины это тоже очень, настолько опасная часть биологического, настолько опасная часть биологического загрязнения, что ее, сами представьте себе, что токсины, они откладываются в печени человека. Теперь сами можете себе представить, насколько это все может быть опасно. Я не буду останавливаться на этом слайде тоже. Физически опасный фактор. Что это может быть? Это тоже вкратце. Опять-таки, если работник предприятия, он надел кольцо, сережки, часы, и каким-то образом, будучи на производстве, он или кольцо, или сережки, или части волос оказались в конечной продукции. Это также может быть и неподчиненное оборудование, которое было, производители не обратили внимания на то, что оборудование, есть какие-то дефекты в этом оборудовании, и в процессе производства какие-то частички этого неподчиненного оборудования попали в конечный продукт. И химические опасности, вкратце о химических опасностях тоже. Что это такое? Какие химические опасности существуют? Они классифицируются в зависимости от путей их попадания в пищевые продукты или в сырье. Непреднамеренно добавленные химикаты. Это могут быть пестициды, это могут быть препараты, которые используются в животновосе, это могут быть препараты, которые используются в растеневодстве, это антибиотики, потом промышленные химикаты, загрязнения примесями окружающей среды, сюда входят тяжелые металлы и так далее. Преднамеренно добавленные химикаты, это могут быть, сюда входят пищевые добавки, сюда опять-таки входят антибиотики, это могут быть нитраты, нитриты и так далее. И третий путь – это аллергены. В некоторых источниках, в некоторой литературе аллергены даются как отдельный вид загрязнения пищевых продуктов, но в большинстве случаев, в большинстве источников и в большинстве литературы аллергены входят в химические опасности. И я еще покажу вам приблизительный вариант блок-схемы. И на этом наша лекция на сегодняшний день заканчивается. Что такое блок-схема, я вам это говорила. Вот, вот блок-схема. Вот смотрите, диаграмма технологического процесса производства, это на примере сокосодержащего напитка. Вы посмотрите, на все здесь обращается внимание. Внимательно. Опять-таки, я благодарю всех за внимание. Кому нужна будет лекция, можете обращаться и к команде Адау-ТВ, и ко мне тоже. Спасибо огромное за все. И Адау-ТВ, спасибо вам.